Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Красивая, харизматичная и рок-певица Ольга Борисовна Кормухина. Приветствую вас. Приветствую. Ольга. А я вас, Евгений. Ознакомился я перед встречей, свяжил информацию. Последнее, что написано в Википедии, это что Латвия запретила въезд. А почему Латвия-то только? Я не понимаю. Так не только, но просто она громче всех это сделала. Ну, собственно, мне ездить, во-первых, некуда. Да я не расстраиваюсь особенно. Что в Латвии нет никакого... Понимаете, в России, Женя, столько мест замечательных, в которых я еще не была. Не может быть. Аж, если совсем откровенно, то нет ничего лучше моей кельи, где я нахожу в идее непокой. У меня там все мои друзья на стенах висят, на иконах. Ничего больше не надо. Значит, тем, кто здесь остался, у них больше возможностей? Наверное, да. Наверное? Ну, я просто не в курсе. Я настолько занята своими делами, что я не вижу, что происходит вокруг. Хорошо. Какие дела у Ольги Кармановой, которыми она занята в 2023 году? Ну, во-первых, честно скажу, на творчество времени почти не остается, потому что мы абсолютно слегка погрузились в работу с молодежью, с нашей творческой. У нас же Академия уже четвертый год. И уже второй год мы занимаемся тем, что по стране ищем таланты. Те, кто сами сочиняют. Причем не только, допустим, композиции какие-то, во всех жанрах абсолютно. Потому что у нас в Академии есть люди замечательные, которые, как говорится, в разных областях трудятся, и в жанре академической музыки тоже. И мы еще приветствуем, вот с недавних пор я увлеклась этномузыкой. Очень увлеклась прям. Особенно музыкой наших малых народов. Это такой кладезь. Недавно были в Сыктывкаре, в Коме. Такого парня нашли. Это просто сказка. Значит, новые имена все-таки у нас есть. Да. Но, Жень, знаете, честно скажу, мы берем ребят, которые не пишут на потребу толпы. Мне толпа вообще не интересна. Для него всегда найдется куча писак. Вот. Мне интересны люди, которые способны все-таки двинуть культуру русскую. То есть, примерно, если перевести на русский язык, что вы сейчас сказали, меня не интересуют деньги, сказали вы. Они меня никогда не интересовали. Это не значит, что у меня их не было. Но вот целью они не были никогда. Ни популярность, ни деньги. Вот, наверное, это самое главное, за что меня не любят. Потому что я как бельмо на глазу. А кто вас не любит? Да многие. Да многие. Мы с Алла Борисовны все время очень закусывались на эту тему. Когда она мне говорит, почему ты не хочешь петь шлягерами? Чего ты не знаешь? Я говорю, это ваше хобби. А я хочу петь музыку. Отстаньте от меня уже. Вот возьмите ваши шлягеры, хиты, ваши деньги, ваши попы, популярности. Оставьте мне петь музыку. Потому что мне слушать нечего. А для музыкантов тоже кто-то должен петь. И, кстати, спустя немного времени, по-моему, Владимир Иванович Хтиенко, когда я ему посетила, говорю, вот приходится петь песни на концертах, которые, ну, люди хотят их слышать, которые я, в принципе, пою для молодежи, для детей. Они их растаскивают на гибны разных там детских и юношеских сообществ. Да, там, помнишь, нас учили быть птицами, вот такие. Потому что у них нет песен. Вот, настоящих каких-то юных песен нет. Я говорю, ну, мне это все уже, ну, штанишки эти малые. Говорю, вообще хочется завязать просто совсем. Потому что люди ждут на концерте этого, а мне уже просто не хочется это петь. Мне хочется петь Ахматову, Бродского, Пушкина. У нас с Лешкой лежит много материала, который мы даже не можем включить в концерт. Вот. И он мне сказал, Олечка, пожалуйста, не нужно, ну, русским языком дергаться. Для нас тоже кто-то должен петь. Ну, это дорога в, не знаю, не буду говорить, что никуда, но я помню прекрасные, с моей точки зрения, работы Александра Борисовича Градского, который записывал целые пластинки на стихи классиков. Там, и не только Саши Черного. Это никуда не... Жень, вы ошибаетесь. Очень много публики, они просто не могут платить такие деньги, которые, допустим, стоит билет на концерт Лепса. Там другая публика совершенно. Но я за этой публикой не гонюсь. Я, более того, я ее даже отрубаю. Я говорю, не надо ко мне приходить на концерт. Вы используете только себе. Понимаете, вы будете ждать того, что я не хочу давать. Я могу это дать, но не хочу. И в этом нет никакой знанощивости какой-то, что я свысока. Ну, почему я не имею права делать то, что я хочу? Я это право заслужила. Я его заработала. Мне, например, в свое время предлагал Федосеев. Владимир Федосеев. Это один из самых на сегодняшний день известных и почитаемых дирижеров мира. Он предлагал мне сделать «Семь смертных грехов» Бертольда Бректа. Вот кому еще из эстрадных певцов предложат такой проект? Ну, кроме Градского, допустим, еще. Допустим, да. А сейчас кому еще? Наверное, они по какой-то причине это делают, да? Они же не предлагают этого даже там Пугачевой, да? Или еще каким-то голосистым. Так что они очень хорошо думают. Сейчас вот предложили сделать мне проект «Шнитке». Именно с моей манерой. Мне вот это нравится, Жень. Почему я кому-то должна? Некоторые пишут там из публики люди. Вот она должна нам, вот она должна. Ничего я не должна никому. Я должна только Господу Богу. И своим родителям. Больше никому. И русской культуре. Так вот я ей воздаю. А не толпе, которая уже превратила культуру в шоу-биз.